Здравствуйте! Вот сейчас мы будем говорить о страшном, секретном, в общем-то говоря, деле о разделении изотопов. Здесь никаких тайн в этом мире не узнаете, просто вот некие общие сведения. Значит, во-первых, для чего эти изотопы нужно разделять? И почему вообще стоит вопрос о разделении изотопов? Ну, первонаперво скажу вам следующее. Все вещества, ну, в большинстве своем, все простые вещества, атомы, это, значит, элементы, химические элементы, как правило, состоят из нескольких изотопов. Значит, изотоп – это атом, у которого оболочка практически ничем не отличается от оболочки другого атома данного химического элемента, но масса ядра отличается. Что такое? В ядре всех химических, всех атомов определенного химического элемента заданное конкретное число протонов, соответствующие их атомному номеру, как говорят, да? Значит, атомному номеру соответствует определенное число, значит, протонов. Столько же электронов бегает по орбитам, скажем так, находится в облаке в этом электронном вокруг ядра, а вот нейтронов может быть разное количество. Есть атомы, в которых нейтронов так много, или так мало, что ядро становится радиоактивным. Если нейтронов очень много, оно начинает испускать электроны, и, значит, в ядре появляются дополнительные, так сказать, протоны, таким образом, спасается вот от этой неустойчивости. Если нейтронов мало, протоны начинают превращаться в нейтроны, испуская антиэлектроны, позитроны, положительно заряженные электроны. Вот таким образом, значит, происходит, так сказать, успокоение нейтронов, значит, атомных ядер, превращение их во что-то такое вот более стабильное. Ну, кроме чисто спортивного интереса разделить, значит, изотопы, выделить их отдельные свойства, попытаться посмотреть, а влияет ли как-нибудь различие ядер, масса вот этих самых ядер, на химические свойства элемента. На химические свойства элемента масса атомного ядра не влияет. Почему? Если, конечно, заряд тот же самый у него, ну, все силы притяжения, которые, по действиям которых движется электрон, это силы кулоновского взаимодействия с атомным ядром, а заряд у атомного ядра все такой же. Чуть-чуть меняется размер атомного ядра, чуть-чуть меняется вот его, вот, так сказать, ну, величина. Но в силу того, что само по себе атомное ядро очень маленькое, это вот это вот изменение энергетических уровней электронов, оно исчезающе мало. Вообще, я что-то слышал об обнаружении такого рода вот вещей, изотопические сдвиг линии, там, всякие-таки слова ученые. Ну, это, так сказать, такое вот высокое спортивное достижение в научном плаву, в науке, скажем так. А вот для урана, в свете его энергетического использования, или использования в качестве, значит, атомной взрывчатки, да, разделение изотопов совершенно необходимая вещь. Без него не могло бы быть создано ядерное оружие, и не могла бы существовать ядерная энергетика. Значит, как это, из чего состоит уран? Уран состоит в основном из двух изотопов. Уран-238, его там 99,3%, то есть 0,993, вот столько его там. Этот изотоп очень долгоживущий. У его времени жизни порядка 4,5 миллиардов лет. Вот, представляете, 4,5 миллиарда лет. Вот какое время жизни. Это его время жизни относительно альфа-распада. Вот я такую фразу сказал, время жизни относительно альфа-распада. Это вот, значит, как это сказать, время жизни? Ну, во-первых, я вам назвал период полураспада. Вот за такое время, по причине альфа-распада, количество вот этих атомов урана уменьшится, этих ядер атомов урана уменьшится в два раза, вот за это время. Вот это называется период полураспада. Под временем жизни, я вот так вот механически сказал фразу, что более привычно, скажем так, для людей, связанных с физикой, понимают уменьшение количества в Е раз, в 2,7 раза. Это несколько больше, чем, значит, время, так сказать, полураспада. Да, время полураспада, оно, значит, меньше. Значит, нужно разделить на ноль, там, шесть с чем-то, и вы тогда получите вот это время жизни наше. Да, ну, полураспад вам очень понятен, должен быть близок, а вы уже, видите, пользуетесь этой величиной полураспада. Второй изотоп, уран-235. У него время жизни 700 с лишним миллионов лет, относительно того же самого процесса. И вот там 0,7%, то есть 0,007, вот такая вот его доля. И есть еще совсем незначительное количество очень относительно краткоживущего изотопа урана-234. У него время жизни, знаете, какое? 250 тысяч лет всего-навсего. И вот тому совсем мало, ну, вот, там, какие-то там тысячи, десятитысячные, что ли, доли процента. То есть совсем ничтожное количество. Значит, как так получилось? Почему вышло? Кстати говоря, уран обладает и другими изотопами, которые, в принципе говоря, имеют заметные времена жизни, есть времена периода полураспада, минута, скажем, да, вот, часы. Ну, это заметно, это, так сказать, можно исследовать такие вот, так долго живущие вот изотопы. Но это изотопы, так сказать, искусственные. Они возникают, значит, как промежуточные какие-то вот состояния, вот в цепочках радиоактивного распада, ну, вот такое дело. Вот к нашей природной смеси это не имеет отношения. Значит, вы логично должны задать вопрос. Почему так оказалось, что долгоживущего изотопа оказалось гораздо больше, чем относительно краткоживущего? Вопрос совершенно правильный и совершенно простой ответ имеет. Ну, и понятное дело, долгоживущих потому больше и осталось, что краткоживущие вымерли. Вот так вот, такой ответ. А когда они возникли, все вот эти ядра урана? Понимаете, ядра урана, видимо, возникли либо во время того первичного, скажем так, взрыва, большой взрыв, как называют, да, вот тот акт творения мира, когда горячая Вселенная, там, что только там в ней не происходило, тогда, возможно, в результате термоядерного синтеза вот такой вот шлак и образовывался. Плюс к этому взрывы сверхновых звезд. Вот где-то мы собрали вот этот вот уран, который то ли при большом взрыве возник, то ли при взрывах сверхновых звезд образовался. Вот, и вот это вот из той туманности, из которой Земля возникла, и, значит, окружающие Солнце, планеты другие, вот там вот он попал. В принципе говоря, мы не очень себе чётко представляем, сколь сильно вот в тех условиях, то ли большого взрыва, то ли, значит, возникновения, то ли взрыва сверхновой звезды, не очень сильно представляем, насколько отличались друг от друга вероятности образования двух этих вот изотопов урана 238-го и 235-го. Сколь сильно они друг от друга отличались, мы себе это не очень сильно, повторюсь, представляем. Но, в принципе, если предположить, что они возникли в одинаковом количестве первоначально, и потом просто распадались, то можно оценить таким образом время образования вот этих вот, значит, изотопов когда-то. Но это не совсем корректная задача, не совсем правильно, потому что мы не знаем, в общем, условия образования, мы не знаем, когда нас всё дело доживало, в каких условиях эти изотопы существовали, может быть, просто шло деление ядер урана в какой-то момент, ну, например, в тот момент, когда, вот, скажем, изотопа урана 235 подвержена делению тепловыми нейтронами. Вот они просто могло их количество уменьшиться по сравнению с изотопом 238, у которых сечение взаимодействия маленькое. Есть ещё такой замечательный изотоп плутоний 239. Вот он тоже делится, он делится всем чем угодно. Тепловыми нейтронами, быстрыми нейтронами, хорошая такая вещь. Образуется он из урана 238. После захвата им нейтрона, и, значит, он потом, значит, претерпевает цепочку, значит, бета-распадов. Сначала превращается в Нептуни, а потом в плутоний. Вот этот плутоний, у него, по-моему, время жизни порядка 250 тысяч лет, то есть это достаточно такой стабильный, альфа-активный изотоп. Вот, ну, вот он, значит, так вот живёт. Кстати говоря, у урана, у него есть ещё время, как бы сказать так, полураспада относительно такого канала экзотического, редкого канала, лучше сказать, он не совсем уж экзотический, не альфа-распад, а расщепление ядра, когда ядро разрывается на два других. Помните, я вам рассказывал про эту каплю, которая разрывает всё, да? Так вот, там время полураспада, вот таким, если бы не было альфа-распада, то в два раза количество урана уменьшилось бы за 2 умножить на 10 в 16 лет. Это как вот лучше понять? 2 на 10 в 12 – это 2 триллиона лет, а 2 на 10 в 16 – это 20 тысяч триллионов лет. Я вот не очень себя ориентирую, что такое тысяча триллионов, каким словом назвать. Вот как-то меня в школе до триллионов научили обозначать цифры, а вот дальше числа, а дальше я не знаю. То есть 20 тысяч триллионов лет жил бы уран, период полураспадового был бы, если бы существовало только такое спонтанное деление ядер урана, спонтанное деление. Ну вот, значит, есть ещё альфа-распад. Значит, в отличие от урана-238, уран-235 делится тепловыми нейтронами. И вот для того, чтобы создать что-нибудь такое типа атомной бомбы, что-нибудь такое типа атомного реактора, нужно уран, с которым мы собираемся это делать, обогатить вот этим вот изотопом уран-235. Обогатить его, повысить обогащение. Вообще получение отдельных изотопов, то есть обогащение изотопов, началось ещё в 1-й, 3-й, 20-й век. Началось это, знаете, ещё с получения тяжёлой воды, тяжёлый водород. Есть у нас водород, у него, значит, ядро стоит из протона, и тяжёлый водород. Это протон и нейтрон вместе, это называется так вот, диетон, диетерий, тяжёлая вода. Ну, тяжёлая вода, если это диетерий-2О, да, вот так вот, есть H2O, а это D2O, диетерий-2О. Значит, у воды молекулярный вес получается H2O 18, а у диетерия 20, получается. И вот это вот, ну, достаточно заметное различие, 10-ти процентное, позволяет очень хорошо, ну, с помощью технологии, похожей на технологию производства, так сказать, самогона, то есть происходит упаривание, как это, на эректификат, да, вот так вот добывают вот эту вот тяжёлую воду. Тяжёлой воды, конечно, очень маленькая доля в воде находится, и поэтому сама процедура вот этого вот упаривания, она такая очень продолжительная и длительная. Но, тем не менее, уже вот к 39-му году, значит, к началу, к моменту начала Второй мировой войны, технология получения вот тяжёлой воды была освоена, был даже где-то завод тяжёлой воды в Норвегии, то есть всё это уже существовало и функционировала, эта процедура. А вот обогащение урана, ой, какая это вещь. Смотрите, уран 238, от него нужно отделить уран 235. Различия по массе ничтожные, согласитесь, 38 и 35, это что-то там 3200 каких-то, да, то есть на уровне 1%. Трудно ловить. Ну, самый, наверное, простой способ для понимания человеческого обогащения – это вот какое. Надо хорошенько ионизировать уран, атом урана, и разогнать его в электрическом поле. А потом швырнуть его, эдак, в магнитное поле. Что с ним будет происходить? Значит, это ядро урана, если его, значит, ионизировали. Хорошо вообще совсем его ободрать, ионизировать его вообще вот до конца, да, чтобы он был вот только одно ядро без всяких электронов. Значит, ускорее движется оно в чём? По дуге, по дуге, по кривой. Попав, значит, в магнитное поле, оно будет двигаться по дуге. Если оно, ядро, чуть потяжелее 238, дуга будет поменьше, значит, радиус будет меньше, она будет быстрее закругляться. Если это, значит, побольше у него масса, она будет лететь более такой вот, то есть, наоборот, побольше массы она будет лететь вот более, больше радиус поменьше, масса меньше, радиус при одной и той же вот скорости, скажем так. Вот такая вот ситуация возникнет с ней. И таким образом просто их можно вот геометрически вот разделить в разные места, не будут попадать эти вот изотопы. Ну, это занятие достаточно бесполезное, хотя такая вот идея была, и, по-моему, с её помощью получались какие-то вот крупицы, там, я не знаю, миллиграммы вот нужного, значит, изотопа. И не только изотопов урана, и других изотопов получают. Это очень такое дорогое, сложное производство. Вот. А нужно массовое производство. Вот эти вот фабрики, или, можно сказать, заводы по обогащению урана, это, в общем-то, огромные циклопические сооружения, которые содержат тысячи, что там тысячи, десятки тысяч установок, в общем-то, огромных размеров, там, типа, с пятиэтажный дом. Представляете, десятки тысяч установок с пятиэтажный дом, да? Это, в общем, очень трудно не заметить. Но, правда, это производство, на самом деле, будет очень мощное. Оно будет в день производить несколько килограммов от обогащенного урана. Вот. Ну, с меньшими количествами можно, конечно, обходиться и с меньшими установками. Вот давайте на эту тему сейчас с вами пообщаемся. Значит, способов обогащения урана, на самом деле, несколько. Значит, вот он такой вот самый, можно сказать, классический, самый понятный способ, заключается он в следующем. Значит, диффузия молекул вещества газообразного, который называется уран-фтор-6. Это, значит, гексофторит урана. Гекс – это, значит, шесть. Шесть атомов фтора, соединенных с ураном. Да? Вот гексофторит урана. Вот такое чудесное вещество. Оно газообразное. Значит, естественно, оно очень тяжелое. Но если речь идет о молекулах, которые содержат, значит, более тяжелый изотоп урана, то они менее подвижны, менее подвижны диффузии через, так сказать, перегородки какие-то. Ну, тут важно сделать, так сказать, пористую перегородку. Вот видите, вот в этих вот, значит, как сказать-то, изделиях, да, мне все хочется сказать, в этих вот установках, в этих агрегатах есть всегда пористая перегородка. Ну, скажем, там на квадратный сантиметр миллион мельчайших отверстий. И идет диффузия. Диффундирует чуть-чуть быстрее, чуть-чуть быстрее диффундирует изотоп более легкий. Изотоп более легкий. Вот надо пройти цепочку вот этих вот диффузий. Есть такой коэффициент, показатель степени обогащения, да? Значит, это вот как относится. Вот смотрите, как вот у нас так было с вами. В природном уране изотопа уран-235 имеет место быть 0,7%, да? Значит, 0,7, да? А всего остального это будет 0,93, да? Вот это вот всего остального. Вот эти вот 0,7 делить на 0,93. Вот это вот, значит, то, что было до того, как, когда мы обогатили, естественно, стало побольше, да? Стало побольше доля вот этого вот легкого изотопа. Она стала чуть-чуть больше. Так вот, это отношение, оно изменилось. Так вот, как меняется это отношение? То есть, за один такой акт обогащения, оно меняется, знаете, во сколько раз? 1,304. Вот такая кошмарная маленькая вещь. Ну, такое страшное желание получить вот этот продукт, обогащенный уран, что, значит, приходится много-много вот такую цепочку вот этих вот устройств вставить, да? Цепочку вот, в которых вот постепенно происходит обогащение. И вот именно тоже вот в первые, так сказать, годы атомной эры это вот был такой очень распространенный способ получения обогащенного урана. Вот такой вот чудный, значит, способ. Без этого, значит, не могли начать работу атомные реакторы. Атомные реакторы работают на вот, ну, как сказать, слегка обогащенном, что ли, да? Ну, на обогащенном, в общем-то говоря, уране. Вот они вот на нем, вот, значит, могут работать. Вот это вот такой вот диффузионный способ обогащения. Каких только способов не существует. Значит, вот, пожалуйста, вам еще один способ обогащения. Он такой очень изысканный для любителей термодинамики близкий. Два потока. Два потока вот этого самого урана вторшего из гексофторида урана, да? Гексофторида урана, два потока движутся, значит, по разной стороне от мембраны. По разной стороне от мембраны. Легкие молекулки диффундируют через мембрану. Сюда вот, да? А тяжелые диффундируют в другую сторону. Да, вот такая вот происходит диффузия в обе стороны. Связано это еще с различной температурой этих потоков газовых смесей. И в итоге, значит, вот в разделенную газовую смесь вот сюда, значит, попадает, значит, более обогащенная вот вещь. Ну, как-то быстрее, веселее работает, что-то такое дует, качает, громыхает. Ну, по крайней мере, так сказать, радует. Естественно, про конкретные параметры, так говорить, бесполезно, все это ужасно секретно. Вот это как раз и является атомными тайнами. Не то, как вот там вот, как вот два полушария сблизитесь за уран или плутоний, бомба как ахнет, как вот. Ну, это все видели, как она ахнет по телевизору. Так что тут никакой тайны на самом деле нет. А вот как получить обогащенный уран, как всю эту технологическую цепочку сделать? Потому что в ту пору, когда потребовалось, значит, делать, ну, скажем, завершать урановый проект созданием уранового реактора и созданием атомной бомбы, значит, возникла масса конкретных технологических проблем. Как добывать уран, да, в больших количествах, как его добывать из рута. То есть это вещество достаточно рассеянное, раз, оно достаточно сильно подвержено коррозии, два, то есть поэтому оно вот в самородном виде-то не встречается. А так, когда это вот серебристый металл с удельным весом 19, ну, 19, там, запятая 0,3, по-моему, вот такой вот удельный вес, то есть 1 кубический сантиметр весит 19 граммов, да, это вот 19 раз тяжелее воды. То есть плотность примерно как у золота, да, вот такая вот плотность. Как у золота. Вот, вот так вот он, вот устроен этот уран. Причем он обладает очень неприятными свойствами, между прочим, и вот с этим сталкивались. Ну, сталкивались ли с этим наши исследователи, я вот не могу вам сказать, потому что все страшно и секретно про это никто не рассказывал. Вот у американцев были такие неприятные случаи. Оказывается, уран обладает одним очень интересным чисто металлическим свойством. Вот если он на большой температуре взаимодействует с железом, он начинает в этом железе растворяться, ну, в стали. Начинает в нем растворяться, причем с выделением энергии, огромной энергии. Это как вот, представьте себе, капельку воды капнули в серную кислоту, начинает идти растворение, да, и начинает серная кислота, значит, так сказать, разбрызгать. Поэтому всегда объясняют школьникам, им никто не дает, конечно, концентрированной серной кислоты, но если вы, говорит, будете разбавлять концентрированную серную кислоту водой, то не делайте это, у вас будут лететь брызги. Надо все делать, они говорят, наоборот, чтобы, значит, брызги воды летели. Вот так вот ты хочешь, чтобы, значит, не растворялось. Ну, и, кстати, это свойство, значит, используется в военной технике. Оказывается, урановые сердечники при попадании, значит, в броню, скажем, в броню танка, они начинают с ней вот так вот сильно взаимодействовать, идет такое вот бурное растворение урана в стали, ну, и, значит, загорается броня, вот прожигает броню вот такое вот, когда-то вот нехоти было открыто такое явление. Ну, используют для этих сердечников обедненный уран, то есть тот уран, из которого уже извлекли уран-235, вот это вот якобы. Кстати, в Югославском Югославии во время войны блок НАТО применял такой вот обедненный уран, ну, в общем-то говоря, вот такой вот факт имел место быть. Обедненный уран именно как вот бронебойный сердечник. В общем, тяжелый, тяжелым вообще пробивать хорошо. Тяжелый, да еще и вот такими вот свойствами обладает. Он вообще достаточно мягкий, уран, то есть из него, наверное, можно делать облицовку для кумулятивных боевых частей. Возможно, можно делать, да. Ну, вот такая, вот, в общем-то, экзотика. Слишком это дорого, наверное. Слишком дорого, и по критерию эффективной стоимости, наверное, это не пройдет. Ну, так вот, да, вот были огромные очень проблемы у тех, кто осваивал производство самого урана, вот как химического элемента, это было очень сложно. Это была вообще большая проблема. То есть тут у ядерщиков, работа ядерщиков, фактически говоря, на первом этапе кончилась открытием спонтанного, значит, деления ядер урана, вот, открытием свойств взаимодействия нейтронов с ураном, замедления урана, да. А все остальное вот такие чисто технологические проблемы. Так, ну ладно. Вот еще один способ обогащения. Тут, значит, тот же самый поток, который на предыдущей картинке был. Дивижется поток внутри вот этих вот самых труб. Между собой две трубы, два потока, все это идет обмен, диффузия. Вот такие вот диффузионные, так сказать, методы. Есть еще один чудный метод, знаете, как называется? Он называется центрифугирование, да. Вот по сообщениям, так сказать, газет, вот эти вот методы производства урана в центрифугах, это вот газеты времен, так сказать, перестройки и гласности, да. Что вот в советской технологии, вот, там отдавалось предпочтение производству урана в центрифугах, а в американской вот такому диффузионному способу производства, да. Ну, можно ли верить газетам или нельзя, потому что явно, так сказать, газетчики не ходили по цехам, не смотрели по сторонам, не хлопали глазами. Вот им сказали, вот они повторили. Правду им сказали или дали Дезу, никто не знает. Значит, в центрифугировании тут дело обстоит так. Итак, когда вращается эта вот смесь тетрафторида урана в центрифуге, то происходит следующее. Более тяжелые, значит, молекулы уран-фтор-6, те, которые содержат уран-238, они стараются стремяться к периферии этой центрифуги, ультрацентрифуга. Значит, окружная скорость, эта вот скорость на окружности составляет в этих центрифугах 100 метров в секунду. То есть это вот в три раза только меньше скорости звук. Это вот ужасно страшное такое вот движение, вот колововращение, да, как раньше говорили. И вот в нем происходит обогащение. Но, как правило, это центрифугирование, оно сочетается с процессом еще вот этого, так сказать, термической диффузии. Оно как друг друга дополняет. Так вот говорят, вот, а ведь нам чертежей-то никто не дает, чтобы вам показывать. Нет такого дела. И был еще один интересный способ, о нем писалось в 50-е годы. Он назывался способ сопла-лаваля. Так называли. Есть такое сопло. Сопло. Мне хочется сказать, так сказать, сопло, но вот аэродинамики говорят, надо говорить сопло. Значит, в этом самом сопле происходит, значит, движение, расширение, соответственно, при расширении, ускорении происходит движение вот этого смеси тетрафторида урана. При этом более тяжелые изотопы попадают к середине потока, а более легкие, значит, к периферии потока. Это вот такое вот, оказывается, вот термодинамическое свойство. Ну, в 50-е годы о нем писалось как о перспективном методе обогащения, еще, значит, неосвоенном. Вот. Ну, если его и освоили, то об этом, наверное, вот в широкой прессе сообщать бы не стали. Это очень такой тоже интересный вот способ. Ну, в тех масштабах, в которых Советские Союзы США производили обогащенный уран, да, они и сейчас его производят, потому что это же компонент топлива для атомных реакторов. Вот. То, то тут вот, значит, килограммы. Ну, это огромные территории, огромные площадки. Это десятки тысяч установок размером, там, вот, значит, 15 метров высотой. То есть это легко засекаемое со спутника производство. Чтобы его спрятать, ну, куда его спрятишь? Под землей все это надо построить, огромный город. Ну, представьте себе, целый город, целый город, который занимается обогащением урана. Ну, вот это немножко греет душу, успокаивает, что вот те страны, которые могут попытаться вот нарушить договор о нераспространении ядерного оружия, они вот, вроде как, не смогут состязаться с СССР и США в производстве обогащенного урана. Ну, состязаться не смогут, но произвести уран на одну атомную бомбу, на две атомные бомбы, на три атомные бомбы смогут. Ведь в те времена, когда США произвело свой первый взрыв в Хиросиме, в Хиросиме как раз взорвали бомбу из урана-235, у него была только одна эта бомба урановая, а вторая бомба была плутоневая, плутон-239. Значит, как получается плутоний, я вам сказал. Вообще говоря, обогащение урана до не очень больших вот этих вот концентраций ведется с целью производства топлива для реакторов, чтобы в реакторе пошла цепная реакция. А в качестве оружейного материала, как говорят, оружейной плутонии, вот используется как раз плутоний. Потому что производство плутония в несколько раз по деньгам дешевле, чем, ну, это было в 50-е годы, а сейчас, наверное, еще, значит, разница как-то определилась в несколько раз дешевле, чем производство обогащения урана. Значит, вот это вот в несколько раз дешевле. Почему, значит, как это все происходит? Работает атомный реактор. В атомном реакторе есть. Значит, уран-235. Это вот то, что будет делиться тепловыми нейтронами. Уран-238. И, значит, замедлитель, графит, вода. Ну, во-первых, сам уран, вот в силу своей коррозионной неустойчивости, он в виде металлических стержней в реакторе не используется. Он либо в виде оксидов там используется, вот какие-то вот такие, так сказать, таблетки оксиды урана, либо он использовался раньше в виде сплава с алюминием, да, но сейчас это вроде не практикуют. Вот такие вот сплавы урана с алюминием. Но дело в том, что тут еще просто происходит разрушение этого сплава в процессе деления, разбухания вот этих вот металлов. Мало того, что конструкционные металлы в атомных реакторах разбухают, потому что многократные удары нейтронов по атомам начинают сдвигать атомы из положения равновесия, они, значит, получаются массой дислокации, вот происходит увеличение, значит, конструкционных материалов в объеме. Ну, что, естественно, положительно не сказывается на механической работе вот этих вот, значит, даже вот такие вещи, как вольфрам, очень такие радиационно-стойкие металлы, эти умудряются разбухать. Вот. Ну так вот. И вот уран-238 взаимодействие с нейтронами, захватывая их, превращается сначала в Нептуни, а Нептуни распадаясь превращается в Плутоний. Плутоний достаточно долгоживущий, сотни тысяч лет его, период полураспада изотоп, и он делится тоже и тепловыми, значит, нейтронами, и нейтронами быстрыми. И вот он-то как раз, это Плутоний, используется и в ядерных бомбах, и в качестве, как говорится, ядерного запала для водородных бомб, вот это он, тот самый Плутоний, там и используется. Плутоневые вещи. Кстати, Плутония тоже вещь полезная и, не сказать, в быту, в энергетике. Дело в том, что реакторы, работающие на Плутонии, это так называемые реакторы-размножители, реакторы на быстрых нейтронах их еще называют. Вот этот вот реактор, маленький реактор, величиной, так сказать, с футбольный мяч, вот эта вот зона, сделанная из Плутония, активно работающая, очень в горячем таком режиме работает, поэтому охлаждать его бесполезно, значит, водой. Вода сразу превратится в смесь водорода и кислорода, то есть в гремучий газ. Его, значит, принято охлаждать расплавленным натрием, да? Были реакторы на расплавленном свинце, а это вот на расплавленном натрии реактор. Вот, расплавленным натрием принято охлаждать, то есть вот видите, какая технология натрия, очень химически активный материал, в водичке капнешь, все загорится. Вот, и окружена эта область одеялом, бланкетом, в этом одеяле природный уран, уран-238, хотите, можете объединенным ураном ее окружить. Вот, и в нем, значит, нейтроны захватываются, и на каждое разделившееся ядро Плутония в той активной зоне выделилось тепло, энергия, и тут образовалось еще больше, чем одно ядро, новое ядро Плутония из урана-238, Плутония-239 образуется. То есть таким образом, с помощью реакторов-разможителей, в принципе говоря, можно все запасы урана превратить вот в делящиеся изотопы, в Плутонии. Более того, вся такая была мечта в 50-е годы, казалось, что вот-вот, вот-вот, мы сейчас освоим термоядерный синтез, и вот те нейтроны, что в термоядерном синтезе будут образовываться, будем как раз использовать в этом бланкете для получения дополнительных ядер Плутония, дополнительной выгоды. Сейчас уж об этом и не мечтают, о термоядерном синтезе, но когда говорят об каких-то вот опытно-промышленных установках, которые, наверное, не будут давать тепла, но хоть нейтроны будут давать, и будем получать Плутоний, из которого потом на электростанциях будем получать электрическую энергию. Плутоний – это химически другой элемент, чем уран, его отделить от урана, конечно, без таких вот можно хитростей, хотя тоже не очень просто, все эти растворения в азотной кислоте, ой, это кошмарное какое-то производство, все эти вот радиохимические производства, все это еще и радиоактивное, это что-то, это что-то, как говорится. Вот давайте вам покажем несколько картинок, как это все выглядит. Вот эта вот фотография, естественно, она из Америки, естественно, она не наша. Это фотография как раз вот этого диффузионных блоков, некой такой экспериментальной блоки по разделению изотопов. Вот это вот она. Это не обязательно по разделению урана, эти диффузионные блоки, это вот что-то там разделяется. А вот это вот завод в Америке, вид, значит, птичьего полета. Вот видите, какой колоссальный завод, который занимается разделением изотопов, получением урана-235. Вот такое вот, значит, чудовищное, значит, сооружение. Так что его не заметить из космоса просто невозможно. Если такой огромный завод с глухими стенами кто-то построил, значит, знает, вот что-то неладно. Наверное, уран обогащает. Значит, мы совсем с вами не говорили, то есть чуть-чуть говорили об замечательном способе обогащения урана с помощью, значит, как бы-то сказать-то, масс-спектроскопии, да? Масс-спектроскопического разделения, значит, изотопов. Вот отсюда формируется пучок, значит, ободранных ядер. Они все летят с одной энергией, потому что прошли одинаковые, значит, вещи. Значит, с разной массой фокусируются в разных местах коллектора, да? Вот, пожалуйста, с одного кусочка коллектора соскребайте, значит, изотопы уран-235, а с другого уран-238. Кстати, вот как сообщалось, опять же, в 50-е годы в американской технологии, значит, там предусматривалось после предварительного обогащения, урана, значит, ураном-235, значит, потом выпускать вот на такую вот электромагнитную, скажем так, так сказать, сепарацию, да? Вот в отделении урана. Тут, значит, уже он достаточно обогащен, но тут его еще сильнее богатят. Вообще, это очень, конечно, дорогой процесс, он требует много энергии, получение такого урана-235, вот. Ну, ничего не поделаешь, охота по еще неволе, как говорится. Вот это показана магнитная система, в которой такого рода обогащение производится. Видите, это огромные сердечники электромагнитные, там, значит, вот пролетают где-то вот эти частицы, вот эта вот ось вокруг этой оси, там, как раз движение-то происходит вокруг этого гигантского сердечника. Это не просто где-то вот в воздухе какие-то линии, это вот такие вот здоровые материалоемкие железяки, да? Ну, то есть, так сказать, праздник жизни для металлообрабатывающей промышленности такие заказы выполнять, правда? Тем более, что это из электротехнической стали все делается. То есть, это что-то. Вот. Ну, вот на этой картинке, на этой картиночке показана, собственно говоря, некая такая иллюстрация к тому, что мы еще сейчас говорили, об изучении электронов отдачи вот в таком вот магнитном сепараторе, да, скажем так вот, выбиваемых гамма-квантами из мишени. Радиатор она называется. Радиатор – это то, место, из чего, значит, радиируются электроны. Бьет гамма-излучение, которое невидимо, значит, для вещества, пока оно с ним не превзаимодействовало. В радиаторе, значит, она вышибает электроны, и электроны движутся вот здесь вот в магнитном, значит, поле по определенной траектории, значит, и вот происходит вот таким образом, значит, определение их энергии. В зависимости от того, при какой величине магнитного поля начинает срабатывать детектор электронов, значит, вот такая величина энергии электронов отсюда, так сказать, выбитых. Это вот так вот в старину, в первые, так сказать, годы ядерной физики измерялось спектр электронов, которые выбивает гамма-квант. Сейчас, как мило, да, я вам рассказывал, попадает в сцентилятор гамма-квант, выбивает электроны, по сцентиляционным вспышкам меряется энергия электронов, и все. Значит, просто-напросто вспышечка света, вот интенсивность этой вспышки света пропорциональна энергии электронов, да. Амплитудный анализатор, кнопочки, циферки, ну, раньше были, так сказать, ленты цифропечати, а теперь, значит, просто компьютерные файлы, и больше ничего. А тут-то вон как надо, вот какая вот магнитная штуковина, да там еще магнитное поле менять. И вот подбирать, меняя магнитное поле, значит, измеряем интенсивность, это не вот те в один раз. И вот так вот и строился спектр, скажем так, вот электронов отдачи. Помните, я вам рассказывал, пики, так сказать, фотоэлектронов, так называемых, это те, которые вот, получается, когда гамма-квант вот целиком вот отдает свою энергию какому-нибудь электрону, который находится, значит, в атоме, ионизирует атом, да, фотоэлектрон называется. И комптоновский, когда он просто рассеивается, то есть остается в результате рассеяния гамма-квант, а в фотоэффекте гамма-квант перестает существовать, и электронная отдача. Вот такая вот сложная была когда-то технология этого образования, всего этого дела. Вот. А это вот бомбардируют, да, бомбардируют мишень, значит, гамма-квантами, вот вылетают, так сказать, пары, значит, электрон-позитронные, вот электрон и позитрон вылетают, электрон-позитронные пары. Тоже когда-то так вот в старые времена именно таким образом вот регистрировали все эти вот... Это было очень громоздко, тяжело. То есть это сейчас хорошо заниматься ядерной физикой, когда есть компактные детекторы, которые, грубо говоря, можно купить в любом магазине, да. Ну, в любом магазине, конечно, не купишь, но они просто стандартно производятся. Их можно где-то там, значит, у фирмы-производителя или поставщика заказать, кому нужно для исследования. Вот. А это вот, между прочим, разделение, это называется масс-спектроскопия, да. Вот так именно разделяются изотопы, вот, ну, изучается изотопный состав вещества. Скажем, вот привезут с Луны нам образцы, а мы нам хочем изучить его изотопный состав. И вот какое-то вот вещество, здесь вот, значит, ионная пушка нагревается, ионизируется, его, значит, ускоряют, и в зависимости от заряда они попадают в ту или иную, вот, видите, вот, ловушечку, да, в то-то или иное место, в то-то или иной детектор. Это называется цилиндрой Фарадея, они измеряют заряд, который у них попал. Вот, значит, так вот, вот, в магнитном поле можно вот изучать. Кстати говоря, изучение изотопного состава – это очень большое и важное дело для тех, кто пытается измерить возраст пород, возраст каких-то вот объектов, пород, я имею в виду геологических пород, возраст каких-то объектов исторических, скажем, например, Туринской плащаницы или какого-нибудь там деревянной детали из гробницы, так сказать, фараона, да, когда это было. Это все очень необходимо как раз изучать изотопный состав некоторых элементов, которые там находятся. Но это тоже очень занятное дело – электромагнитное разделение. Вот у меня, к сожалению, нет внятной фотографии завода с электромагнитным разделением изотопов, вот, как-нибудь откуда-нибудь с самолета или из космоса. А это вот фотография одного не самого большого элемента – ускорителя. Вот он здесь находится под землей, пунктиром обозначен, да. Видите, это такая фотография, вот это сравнимо, наверное, с маленьким городком, да. Это вот тут институт ядерных исследований некий находится, а вот это вот кольцо ускорителя, и дальше он, значит, посылает куда-то тут вот в линейный ускоритель, куда-то туда вот разогнав предварительно, вот по линейному ускорителю куда-то туда посылает, так сказать, протоны. Ну, это что-то такое вот рекордное, но зато большое. Это уж не скроешь. И вот когда появилось ядерное оружие, вообще-то говоря, возникла идея, что нельзя оставлять ядерную физику в покое. Нужно ковать кадры в ядерной физике, нужно проводить исследование. Вдруг там еще что-нибудь такое откроется, да. Ну, ядерные физики, конечно, говорили, ну да, 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 надо ковать, надо исследовать. Кто-то из тогдашних наших великих советских физиков сказал, что физика – это способ удовлетворять личное любопытство за государственный счет. Да, вот, ну, личное любопытство в плане научных исследований, в плане науки, да, и удовлетворять за научный счет. И вот тогда появился город Дубна, который сейчас так называется Дубна. Ну, официально во всех справочниках везде пишут, что год у основания, я сейчас не помню, то ли 56-й, то ли 58-й, это год у основания Института ядерных исследований. Хотя, значит, совершенно внятно там на некоторых объектах, там вот на циклотроне, например, там, значит, огромными литыми буквами, там на заводе электросил он был сделан, значит, так сказать, дата его производства – это конец 40-х годов, легенда была следующая. Я ее как сказку, как анекдот, как сплетню рассказываю. Значит, решили где-то строить недалеко от Москвы такой секретный атомный город. Дело было в районе 48-го года, и вот, значит, Берия и Курчатов поехали на машине искать место. Вот они ехали-ехали, доехали до Большой Волги, называется такая вот станция Большая Волга, место такое, пристань. И вот смотрят они и говорят, вот тут вроде место-то хорошее, река большая, есть место свободное, тут вот станция, можно вот по воде большие детали привозить, да, через, значит, из Ленинграда, из Петербурга, да, из Ленинграда тогда это было, привозить, значит, детали, скажем, этого ускорителя. Вот хорошее место, да. Ну и вот тут заложили этот город секретный, Дубну. Вот так появилось, теперь это называется Дубна. Это легенда, так говорят, то есть основатель Дубны вроде как получался Лаврентий Павлович Берия и Игорь Васильевич Курчатов. Ну, сплетни, легенда, неподтвержденная. Во всех справочниках по-прежнему пишут, основан вот в 50 каком-то году в связи с созданием Объединенного института ядерных исследований, международного такого центра. Ничего против сказать не могу. Как-то был такой стишок, кто-то мне у студентов читал, что-то такое ликует пионерия. Это в гости к нам приехал Лаврентий Павлович Берия. Вот, видимо, приехал создавать институт ядерных исследований в Дубне. Удачи вам! Всех благ и радости! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok